И мы видим о данной крови, как апостол Павел говорит, произвел весь род человеческий, который сегодня живет на земле. И мы уже читаем дальше, за Израиля, где Господь избрал это любимое свое насаждение. И оно также было, как мы слышали, неверное Господу. Господь послал их в Вавилон на 70 лет, и там они должны были жить и служить цару Вавилонскому, сыну его и внуку его. И были там свои пророки в Израиле, в Вавилонии, которые пророчествовали, что через два года вас Господь повернет. Но Иеремия, пророк, пишет письмо туда, пророческое слово, что 70 лет вы будете жить там. Строите дома, живите, молитесь за благо состояния города, берите сыновья вашим, жен и дочерей ваших замуж, чтобы они выходили. И умножайтесь там, но не умоляйтесь. Как мы приехали в Америку, эти первые знают, как и бытовало в нас, мигрантам, что немножко и мы уже здесь не будем. Некогда не покупали домов даже, покупали, а потом обратно отдали. Но Господь мое свое определение. Вже более 20 лет мы живем, и Господь хочет, чтобы мы здесь так же не умолялись, умножались. Потому что христианство за счет семей, оно умножается. Я помню город наш, новый, молодой город, Шахтерский Нововолинск, это в 50-х годах он начал возрастать. И туда наехало много молодежи. И они там начали жениться, замуж выходить. И уже, когда при выезде уже была тысячная церковь, умножилась, братья и сестры. Итак, сегодня мы видим пополнение в народе Господнем. Сестры, братья Аня, Наташа, Толик, Миша принесли своих детей, чтобы церковь помолилась за их благополучие. Господь даровал силы и мудрости, чтобы они могли воспитывать этих детей, которых Господь даровал. Ибо Господь требует от отцов, а также и от матерей, а также уже, которые дети взрослеют, чтобы они были послушны родителям своим. Потому что в этом благословение и будущность наша, братья и сестры. Мы много слышали сегодня, хай Бог поможет служить это в сердце. И как, мы читаем в 88-м псалме 16-й стих, блажен народ, знающий трубный зов. Господь трубит своей трубою над землею. Кто внимает этому зову Божему? И Господь через пороки Исаии говорит, о, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река. Почему нет мира в семьях, в домах, в душах, в странах, в общениях. Невнимание заповедям Господь. И вот вся причина. Хай Бог поможет и силы даст нашим молодым братьям и сестрам, которым Господь даровал, как мы читаем в 126-м псалме. И вот наследие от Господа дети, награда от Него, плод чрева. Это плод Господь благословил их. И каже в 27-м псалме, блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от родов рук Твоих. Блажен Ты и благо Тебе, жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем. Сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благослови Тебя, Господь Сиона. Увидишь благодельствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновей у сыновей Твоих. Мир на Израиля. Блажен всякий боящийся. Так благословляется всякий боящийся Господа. Мы будем сейчас молиться, чтобы Бог их благословил. Это не что-то новое. Мы читаем, когда Христос родился. Его тоже приносили в храм. Для того, чтобы совершить законный обрак. И мы недавно слышали, там был муж праведный Симеом, который взял этого младенца и благословил его. И пророчески произнес слова для Марии и для этого детяти. Кажется, лежит нападение и на восстание многих Израиля и предмет приликаний. И Христос, который ходил по земле уже возросший, мы читаем, где повествует апостол и евангелист Марк. В 10 главе мы читаем такие слова. 13 стих. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увы, я то Иисус вознедавал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие, как и тя, тот не войдет в него». И обняв их, возразил руки на них и благословил их. И сегодня братья и сестры пришли наши братья и сестры, чтобы мы принесли пред Господа их детей, чтобы Церковь Божия помолилась. Мы все встанем на наши ноги, а они пусть преклонятся и будут молиться родители. И Аня, и Миша, и Наташа. Потом мы за Церковь молимся за этих детей. Молимся.